Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Я села среди ночи снимать для вас мукпанк. Сейчас 2 часа ночи. Я проголодалась. Подумала, что хочу себе что-то заказать. Думала, что ни одна доставка не работает в такое время. Но, как оказалось, работает. Я сделала свой заказ. Взяла шаурму. Я, конечно, хотела в хлебе, но мне перепутали и положили в лаваше. Но ничего страшного. Здесь вот такие сухарики. Это для нашего чечевичного супа. Взяла моцарелла стик. Я их очень люблю. И они прям приехали ко мне горячие. Но пока я все это расставляла, мне кажется, они уже остыли. Хотя нет. Солос взяла. Чечевичный суп. И пить мы будем обычную воду. Привезли очень быстро. Я сейчас живу одна. Мне абсолютно не хочется готовить. Мне хочется готовить как раз таки потому, что я одна. Приготовить такой суп на одну порцию, мне кажется, это просто бессмысленно. Проще будет его заказать. Или приготовить какое-то блюдо. Потом завтрак, обеда и ужин. Одно и тоже кушать не хочется. Чечевичный суп. Очень вкусно. Девушка в комментариях мне написала, что Айка в последнее время стала очень неискренна. И ничего не рассказывает про свои отношения, про своего парня. Вроде бы летом должны были пожениться. Он познакомился с моими родителями. Я познакомилась с его родителями. Мы не так давно друг друга знаем. Поэтому я считаю, что у нас есть полная возможность потихоньку друг друга узнавать. Не бежать сразу в ЗАГС. Зачем? Тем более я сейчас купила квартиру. Как вы знаете, свадьба на Кавказе приданная. Это не из легких. То есть у нас есть определенные традиции. Девушке обязательно нужно давать приданное. Честно, мне эти традиции совершенно не нравятся. Знаете, в каком плане? Вот у человека есть возможность. Я понимаю, что родители дарят крутые подарки на свадьбы. Но если даже у родителей нет денег, они влезают в долги, лишь бы сделалось хорошо. Сейчас просто с финансовой точки зрения, где-то до Нового года я должна немножко разобраться со своими проблемами. Еще я считаю, что каждый этап в жизни он по-своему прекрасен. Брак – это хорошо, материнство – это классно. Но все должно быть в свое время. Так что я, девочки, никуда не спешу. В личном плане у меня все хорошо. Совсем забыла. Надо вот так вот. Недавно встретила свою одногруппницу, которая уже успела выйти замуж, развестись. У нее растет ребенок. Столько проблем. Так что я считаю, что у меня все по плану. Дай бог, у меня все будет хорошо. Самое главное – здоровье. А все остальное потихоньку будет. Вот хотела в хлебе. Перепутали. То есть с обеих сторон у нас есть некоторые материальные вопросы, которые мы решим. И потом обязательно поженимся. Так что не переживайте за меня. Я вижу, что уже в комментариях переживают. Пишут. Ну что? Ну как там? Ты ничего не рассказываешь. Возможно, да. А я стала меньше личного рассказывать здесь. Все потому, что люди потом негативят. Вот реально. Пытаются как-то подковать на эту тему. Сочная. Я здесь немножко налила соевого соуса. Он у меня абсолютно совсем идет. Вот так вот макаю. Еще один очень интересный комментарий. Я его, к сожалению, не сохранила. Но я видела под одним из моих мукбангов. Девушка спрашивала о том, что вот ты часто говоришь про своих любимых блогеров, про любимых артистов и так далее. Почему бы тебе не рассказать о нелюбимых? Вообще, начать хочу с того, что если мне блогер не нравится, если он мне не импонирует, я просто его не смотрю. И вот нет какой-то причины, почему он мне не нравится. Хотя иногда, наверное, есть. Мне, например, не нравится Ида Галич. Я смотрела пару ее интервью. Просто чисто случайно, потому что мне нравились гости, которые были приглашены. А строит из себя такую, знаете, хорошенькую, что ли, она не настоящая. Опять же, мое мнение. Надеюсь, что меня никто не осудит. Просто антипатия. Иногда бывает, иногда бывает, вот смотришь, человека, и прям веет искренностью. И вот все интервью она говорила, ой, вот вдруг зрители вот так вот подумают, ой, вдруг вот зрители вот так вот. Например, если брать Ивлееву, и еду. Мне больше нравится Ивлеева. Она не боится, никому не понравится. Или, например, Собчак. Мне нравится безумно ее самоирония. Следующее. Возможно, вы ее не знаете. Но есть одна экс-участница Дома 2. Такая, знаете, плюс сайз Саша Черно. Я вот искренне не понимаю людей, которые на нее подписаны, потому что у нее, вы знаете, настолько много хейта. 90% ее подписчиков вот такое ощущение, что ее просто ненавидят. И все продолжают смотреть. Вот в этом я вообще смысла не вижу. Я помню, когда она еще была на проекте, я просто перематывала все моменты, где она. Просто полнейший антипотел. Но не нравится мне. Еще давайте, кто мне нравится. Начнем, пожалуй, с самой красивой девушки, на мой взгляд. Просто куколка. Просто энергетика. Пусть я не знаю, настолько красивая она спортсменка. Олимпийская чемпионка. Вообще, низкий поклон всем людям, которые занимаются спортом. Не знаю, какое там особое отношение у меня к ним. Возможно, потому что эти люди могут то, чего не могу я. я реально не могу себя заставить заниматься спортом. Для меня это Алина Загитова. Я сказала уже? Я сказала уже или не сказала? Ну, в общем, мне безумно она нравится. Она очень красивая. Она такая нежная, утонченная. И вот кто-то подходит к ней фотографироваться, и она не любит, когда ее обнимают. И некоторое время ее хейтеризают. А я считаю, что это абсолютно нормально. Человек не хочет, чтобы посторонние люди ее обнимали. Это просто личные границы. Кто-то может отстаивать свои личные границы, кто-то нет. Кто-то стесняется, боится показаться слишком плохое. И вот скрывает то, что ей не нравится. Следующее. Кто мне нравится? Помните Кузи из Универа? У него есть маленькая дочка. Ей, наверное, где-то 12 лет. Милана. Ее зовут. Мне она так нравится. От нее такая бешеная энергетика. Я сейчас вспоминаю. Надо было выписать себе. Потому что тех героев, которые мне не нравятся, их достаточно много. Но я опять же ни в коем случае не сижу и не просматриваю эти видео и не пишу негатив. Есть очень много мукбанкеров, которые мне не нравятся. Мне не нравится просто потому, что мне не аппетитно, так как они кушают. то есть для кого-то возможно окей, но для меня, например, это не аппетитно. Я не могу это смотреть. Мне не нравятся блогеры, которые в кадре вот прям веет от них какой-то злобы. Ругаются матом. Я не святая. Я тоже могу ругануться матом. Я абсолютно нормально к этому отношусь. Я тоже человек. Но когда в кадре мат-перемат, мат-перемат, вот мне просто неприятно это слушать. У некоторых это даже круто получается. В любом случае я воспринимаю это как неуважение по отношению к зрителю. мне не нравится блогеры, у которых вечно вот эти курсы какие-то по продвижению. Я вас научу это, я вас научу то. Я вас научу быть успешными. На моем азербайджанском канале так как мой канал YouTube канал очень быстро развился, мне часто в комментариях пишут о том, что ты можешь там выпускать свой курс по продвижению в YouTube. Но я не собираюсь этого делать. Просто потому, что меня уже тошнит от этих курсов. поверьте мне, люди, которые очень круто зарабатывают и знают определенные секреты, не будут их продавать всем. А люди, которые продают свои секреты, они просто хотят заработать на вас. Это чисто мое мнение. вы можете со мной согласиться или же нет. Я абсолютно все поела. Осталось только сухарики. Их, кстати, не надо было брать. Еще меня очень отталкивает, когда блогер рекомендует что-то только то, что она рекламирует. Например, она не может оставить артикул на какую-то свою вещь, потому что она сама купила эту вещь, а может оставить артикул только на рекламную вещь. На этом, пожалуй, все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Пока.